Идет с незапамятных времен. Поэтому в эпоху, в которой мы сейчас живем, в эпоху Кали-юги, Сан-Киртен является тем методом, который предсказывают веды. Дело в том, что в разные эпохи йога, медитация, храмовое поклонение, но в Кали-югу, которая длится 432 тысячи лет, и всего лишь только первые 5 тысяч лет Кали-юги, и самая как бы фильм ужасов еще впереди. Ну вот, 12 декабря или какого там не будет конца света, еще Кали-юга будет длиться 432 тысячи лет. И Кали-юга – это эпоха, когда люди разобщены. Мы видим, что на самом деле огромные большие города, а люди, это как в деревне, все друг с другом здороваются. Но Джайгородевки, Джайгородевки. С Нигерлянду, мы, конечно, придется разыграть ее. Ну вот, кто самый лучший вопрос задаст, а мы дадим гирлянду. Вот. И в Кали-югу, в эпоху, в которой мы живем, не убегай с барабаном, а мы сейчас поем еще. В Кали-югу, в эпоху, в которой мы живем, очень много симптомов в Ведах данной Кали-юге. Сказано, например, что будет происходить глобальное потепление, глобальное похолоднение, будут появляться, исчезать огромные цивилизации, потому что Кали-юга – это эпоха, которая длится 400 тысяч лет, и Веды, они рассматривают ее как целостное время. Но у Вед есть четкое понимание, о чем это будет. Это так называемый железный век. Ну мы там, золотой век, бронзовый, а тут железный век, там дядя Вася стоит с гаечным ключом, серп, молот, пролетарии всех стран соединились, всех победили, уничтожили всю интеллигенцию. Это постоянная проблема Кали-юги железного века. То есть полностью перевернуты идеалы. Если идеалы красоты, гармонии, добры, знания – это в другие эпохи, в той или иной степени, то в Кали-югу как бы люмпин с молотком – это такой общий девиз. Поэтому Веды говорят, что в Кали-югу шудры, нескорожденные, те, у кого низшие самые интересы, они будут и духовными, и вообще целыми лидерами человечества. Это действительно так. Потому что человечество должно идти к просветлению божественности, а человечество идет, как правило, от божественности, от просветления. И вот удивительная вещь, что в Кали-югу, в эпоху, в которой мы живем, вроде как людей много. Если смотрели такие фильмы, там Люка Бессона, как Хом, то там сказано вообще, что такой ужасный удар по экологии земли, еще не было такого ужасного удара по экологии земли, только под последние там сто лет, но в особенности последние пятьдесят лет, когда не было войн, эпохи индустриализации, человечество уничтожило больше экологии природы, чем войны. И человечество расплодится ужасными темпами вообще, как ни странно. Человечество развивается ужасными темпами. В Китае, даже когда я был в Китае, китайцы бедные, несчастные, на второго ребенка нужно покупать разрешение, это очень дорого. Мало того, что еще второго ребенка как бы иметь, надо еще заплатить за это дело, за второго ребенка, еще тебе могут еще не разрешить двух детей, только одного ребенка в Китае. Причем Пекин, 60 миллионов людей город. Ну вот. И я сейчас был в Индии, Ганга, Емуна, великие священные реки, экологическая катастрофа. Сейчас уже приезжают американцы в Индию Гангу, Емуну чистить. А почему? Потому что уже настолько экологическая катастрофа, что ледники тают в Гималаях, а реки превращаются, значит, раньше, я помню, 20 лет назад, когда я первый раз приехал в Индию, в священные реки Емуна, можно было купаться, там были черепахи, а сейчас черная вода, потому что все Дели разрослось за 20 лет, и все Дели гадит в Емуна, представляете, да, все заводы химические, все. Поэтому сейчас врачи говорят, из Емуны выпиваешь стакан воды и умираешь. или там холера, там чума, все что угодно. Вот, то есть потрясающий весь. Человечество вроде бы как производит продукт, растет, но при этом оно производит яд. Мы сейчас готовимся к фильму в Индии, съемке Маха Кумбамилы. История Маха Кумбамилы очень интересная. Это когда боги-асуры, боги-демоны вместе объединились, чтобы пахтать нектар бессмертия. То есть вот боги, это примерно как боги-асуры, это примерно как у нас в России бандиты и менты. Непонятно, кто по-настоящему хороший. Но они всегда везут между собой ужасную войну в высших мирах. Боги-асуры, потому что боги, они рулят стихиями, мы не имеем в виду высших, мы имеем в виду таких башков, ну как бы, лужков-башков там и так далее. Они как бы рулят стихиями, а демоны, они как бы мешают им. И самое главное, что они так друга сглаживают, по большому счету. Ну, представляете, тут у богов и у демонов появилась такая задача, вдруг они вспомнили, а ради чего ты все это хочешь, все эти богатства, все это власть, если ты умрешь, ты снова умрешь. И тут они как бы дошли, ну, и там, вишня им кто-то подсказал, говорит, ребятам, на самом деле, если вы сейчас объединитесь, вместо того, чтобы вывивать друг друга, и вместе вспахтаете вот этот океан, огромный океан, вспахтаете, то вы можете добиться вместе, кто был не кем, кто станет всем. Ну вот, и боги Асури объединились, они взяли вселенского змея Шешу, гору Меру, правда, когда они поставили гору Меру, то она сразу утонула, поэтому вишну принял форму Курма Аватара, огромной черепахи, и у него вот это на спине гора Меру, то, что вы видели, на самом деле, в картинках географии, это вовсе не европейская идея. Гора на трех слонах, черепаха огромная, это не европейская идея. Как они попали к европейцам, могу рассказать, очень интересно. Первые завоевали Индию мусульмане, и всю полностью астролябии, все астрономические приборы, весь хай-тек индийский, первые, кто украли, это арабы. А когда уже крестоносцы заколбасили арабов, ну, как бы, христовыми походами, то все это попало в форме книг, естественно, в Европу. Ну вот. Но поскольку в древней Европе, в которой в Париже система канализации была очень простая, вы идете по улице, и вам выливают на голову ведро, как бы, из ночного горшка. Ну вот. Но если, конечно, вы не аристократ, хотя интересные вещи, такие воротники, как жабо, в Европе вовсе не были какими-то удивительными модными фишками. Жабо и парфюмерия появилась в Европе потому, что европейские аристократы не мылись. Знаете об этом, да? Не модно было тогда. Это сейчас стало модно мыться. В России не так давно, когда в России русские люди стали мыться? Не, ну баня была исторически, но это всегда было один раз в неделю, а до этого как бы... Что? В 19-е мыться стали? Я тебе скажу честно, это было примерно после Олимпиады 80 началась такая мода. Может быть, ты тогда еще только родился, но старики тебе скажут, до этого не было. Наши родители, они считали, что мыться – это предрассудки. Это честно тебе скажу. Только не врите мне, не говорите, что ваши родители мылись каждый день утром и вечером в душе. Не было тогда. Не было души. Зубы чистили – это было. Раз в неделю ходили в баню или в ванну. Но исторически в России начали мыться только 20 лет тому назад. Это так, чисто для справки. Я имею в виду общее население, я не умею удивительной там натуры, типа Достоевского или Толстого. И Порфирь Иванов, конечно, обливался как бы водой, несмотря на все. Всегда были там моржи, которые купались в прорубях. Ну вот. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о демонах и богах. Я постоянно шучу. Ну, как бы, из моей шутки можно экстрагировать журналистскую информацию, как бы. Ну вот. Все, что я говорю, можно подвергать сомнениям, но надо сделать социальный опрос. Так вот. Демоны и боги объединились с одной целью. чтобы достичь бессмертия. И картинки, что черепаха поддерживает землю, попали сначала из вет к арабам, от арабов к европейцам. И в понимании европейцев эти интересные метафизические картинки, а вы помните, да, то есть, в принципе, все считали, что земля круглая, стоит только на корабле доплыть до круга земли, как корабль упадет. То есть, ну как бы, мы сейчас говорим о медленном прогрессе. На самом деле, нужно понять, что тысячелетия уходит у людей дойти до того, что такое прогресс. Наш общий друг Коперник, когда его чуть не сожгли, потом, в конечном итоге, он публично покаялся, ему дали пинка, когда он уже вышел из дерева и католической церкви, отряхнулся, погрозил кулаком и сказал, все-таки она круглая. Ну вот. Так вот, вот эта сама идея о земле, которая попала из вет в европейское мировоззрение и была сначала принята всеми европейцами на ура, потому что у них вообще никаких идей не было о представлении о земле. Но позже она была оспорена учеными и осмеяна. На самом деле, не имеет никакого отношения к тому, как мы рассматриваем землю на самом деле. Вы когда-нибудь видели землю, атлас земли, развернутый на две половинки? Ну, напоминающий две округлости. Так вот, чтобы вы понимали, если у человека нет с собой глобуса, ему нужно схематически нарисовать какую-то реальность. Он может круглую землю нарисовать на атласе. Но если вы придете в невежестве на урок географии и, так сказать, потом расскажете своей бабушке дома, что на самом деле земля это не круглое, что это, это такие две половинки плоской реальности, и вам показывали это, между прочим, на карте, вы совершите ошибку. Поэтому веды всегда подходят по-другому. Это схематические все формы. Их нельзя воспринимать буквально. Почему? Потому что буквалистическое понимание не не может воспринять наше сознание. Например, если бы я 25 лет тому назад показал айфон, пятый айфон людям, мне бы никто не поверил. Мне даже было бы трудно объяснить было слово веб-сайт, там, смс и так далее. Понимаете, меня бы сожгли. как еретика. Причем, уверяю вас, что не простые люди. Простые люди бы сказали фантастика, да, фантастическое кино. Первый бы, кто меня сожгли, это, естественно, ученые. Они бы сказали, это компьютер. Ты хочешь сказать, что вот это компьютер? Они подвели меня к зданию большому такому, знаете, вот компьютер, вот настоящий компьютер. Но прошло какое-то 20 лет, и все это можно уместить в какой-то маленький микрочип, карман и так далее. Почему? Инфраструктура, время. Поэтому во времена богов и демонов реальности были совершенно другие. И тем не менее, одна проблема, которая всегда интересовала людей, это бессмертие. Никто еще, никто даже в этом зале, из-за продвинутых гостей, слушателей, не может сказать, меня не интересует бессмертие. Кто-то может сказать, я не боюсь смерти, или кто-то может сказать, я смирился со смертью. Или кто-то может сказать, ну да, конечно же, мы живем в смертном мире. Но всех интересует бессмертие. И вот тема бессмертия проходит сквозным таким травматическим трендом через эту историю. Боги, демоны объединились, начали пахтать гору, меру, курма, Господь Вишну принял форму курма, он поддержал своей спиной гору. Представляете, да, на его панцире гора Меру огромная, знаете, как это, но сейчас блендеры есть, а тогда блендеры еще не придумали. И вот пахтался океан, причины океана. И когда пахтался причины океана, потрясающая вещь, да, чтобы получить несколько капель нектара бессмертия, которых явно на всех не хватит, иначе не было такой понятия, как сказал Райкен дефицит. Ну вот, появился яд. И также люди. Люди сейчас пахтают экономику, пахтают мир, они пахтают нектар, да, но при этом никуда не деться от яда. И когда яд всплыл, сначала, когда они пахтали, появилась богиня Лакшми, слоная ровата, цветок париджата, все какие-то прекрасные такие вещи, удивительные, да. Наша цивилизация, в принципе, стоим на пороге прекрасных, удивительных частей. Ну вот, я недавно посмотрел один замечательный фильм, никогда не видели в Китае компьютерные свалки, нет? В Китае в одном месте есть целые, ну, американцы, они как делают, как они утилизируют компьютеры, как вы думаете? Утилизация компьютеров происходит очень просто, их отсылают в Китае. Ну вот, и в Китае есть целые, то есть, ну, на самом деле, вот я путешествую по Китаю и видел как минимум три Китая. Первый Китай это Шэньчжэнь, Шанхай, все красивое, стекло, мерседесы, парши, шикарные бутики, вообще, Москва это такая пупыркиная. Балагое, 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 это где-то между Шанхаем и Шэньчжэнем. Ну вот, то есть, ну, чтобы вы понимали, Москва это пригород по сравнению с Китаем. Небоскребы, супер вообще, дома, а мы Америка отдыхает, то, что сейчас в Китае происходит. И при этом, при том, чуть-чуть в сторону, километров, так, 300-500 на скоростном буллет-рейне. Не на Сапсане, а который так раз в два быстрее ездит. И ты приезжаешь в провинцию, которая называется что-то типа там дзянь-дзюнь-дзюнь-дзюнь-дзянь, бум-бум-пум-дум. И там стоят фабрики, 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 фабрики. Если кто-то был на хорошей китайской фабрике, он знает, что вот здесь работают, вот там живут, а там умирают. То есть, фабрика – это город. Это город договоренных людей. Вот здесь мне вспоминали слова Лосева, который говорит, когда мы были в конце прошлого века, Бердяев, все великие русские философы, мы все хотели стать марксистами, мы читали Маркса, нам все нравилось. Но потом, когда мы увидели коммунизм, этих в расход, этих на Кировский завод, мы поняли одну потрясающую вещь. Где человек? Есть только придатки. Один стал придатком токарного станка, другой стал придатком ткацкого станка, третий стал придатком того и сего. Где человек? Человек погиб как самостоятельное существо, поэтому в ведах удивительная вещь написана, что человек должен работать на самом деле четыре часа в день. Но у нас, у преданных, даже этого не получается. Что должен делать все остальное время человек? Все остальное время он должен духовно развиваться. но сейчас такое время, что четыре часа в Москве люди только едут, два часа на работу, два часа с работы. Восемь часов в офисе ВКонтакте, час работают, ну вот. И в результате человек, он себе вообще не принадлежит. Он находится между работой, контактом, новостями, совершенно идиотские новости, которые каждый день одни одинаковые. Я могу их даже вообще просто производить, гугл-картинки брать, писать там, то произошло, это, то. Все люди будут захлеб читать. Их даже не будет интересовать, настоящее это, настоящее. Главное, чтобы это были новости, потроллить ум. Вот. И вот в этом состоянии живет человек. Поэтому Кали-Юга это эпоха полной деградации, полного разложения человека. Хотя мы все объединены интернетом, хотя мы все объединены определенными потрясающими вещами, самолеты, буллет-трейны. Но знаете, почему люди разъединены? Общего ничего нету. Общего нету. Нету. Не о чем поговорить. Поэтому люди одиноки, ужасно одиноки. Это в основном на Западе. Еще если в нашей постсоветской культуре к этому еще не пришли, Запад это огромное количество индивидуалистов, одиноких людей. Поэтому они там что-то хотят сказать друг другу, самовыразиться и так далее. Почему? Потому что они ничего не объединяют. Если я гений, ты гений, он гений, она гений, что там делать все вместе? Должно быть что-то объединять. И вот демонов и богов объединила идея бессмертия. Они стали пахтать. Яд появился, они пришли к Шиве и говорят, только ты нам можешь помочь, выпей яд. Шива тоже подумал, чтобы спасти мир, хотя Шива разрушитель по большому счету. Но Шива подумал, нет, я единственный, кто могу своей мистической силой это переварить. Но Шива подумал, ну как бы, если это попадет в желудок, то я точно умру. И Шива оставил этот и сидят в кадыке у себя, в шее, в горле. Смежду такое интересное место. И с тех пор его стали звать Нил Кант, он спас весь мир, поэтому Шива является всеблагой, он принес себя в жертву фактически. Но этот ужасный яд, который он смог принять, он спас людей, а в конечном итоге боги и демоны нашли этот гектар, они выпахтали очень мало. И как только они выпахтали очень мало, первое, что между ними началось, это разборка, кто будет пить первый. И тогда уже Вишну принял прекрасную форму Махини Мурти, очаровательной эротической девушке. Это не я говорю про эротизм, это написано в писаниях. Ее эротизм был столь велик, что демоны и боги, они все ну вот, она так подошла бочком, бочком, бочком и говорит, дайте мне, давайте я поделю, по капельке хватит, одна маленькая капелька бессмертия, она бессмертна. Но демоны боги думали чисто шо не съем, то не кушу. Трошки тинка для седа. То есть такая чисто наша философия, что как это так, понимаете, что это я, мне только капля, зачем нужна всем капля бессмертия, надо, чтобы мне досталось все, тогда я смогу доминировать. И так произошло, что Махиди Мурти хотела похитить нектар бессмертия, но один из продвинутых демонов, он понял, что это такая подстава, то есть он догадался и только захотел выпить нектар бессмертия весь сам. Ему досталось чуть-чуть, и Махиди Мурти сразу же из эротической формы превратилась в вишну, который выпустил чакру, и тут же своим оружием отрубил голову демона, но капля тоже как говорится был, здесь был, мед пил, в рот попало, каплю все остальное, голова вылетела и стала, это, наверное, Дубал лучше знает, планеты Раху, да, Раху такая голова, ням-ня-ня-ня-ня-ня, talking heads, говорящие головы, вот, а тело, тело тоже досталось немножко, да, а тело стало кето, ну, вот, не знаю, как в этой мифологии, почему не догадались голову пришить обратно, ну, вот, ну, это уже, наверное, следующее, югу будем делать, тогда Абадус Махарайш только паяется, с такими зубами. Давайте пришьем голову. Наши хирурги из Москвы делают чудеса. Но тем не менее, тело стало одной планеты. Все это метафизические планеты. Они не проявлены. У нас есть ведические астрологи. Они знают, что хотя эти планеты не проявлены, что такое проявленная планета? Это, например, у вас в Скайпе есть свой аватар. А у меня нет в Скайпе аватара. У меня есть Скайп. То, что мы видим планеты, это проявление в мире материи. Это только один план реальности. И чтобы вы понимали, с точки зрения ведического мировоззрения, эта Вселенная не является Вселенной высшего порядка. Она виртуальна. Поэтому в материи только проявлены объекты. Поэтому веды не рассматривали грубые объекты, которые есть в форме иконок на десктопе. Понятно, да? То есть есть десктоп, отображенный на виртуальной Вселенной, а есть реальный код Вселенский, есть реальная программа, а есть еще реальность за гранью компьютера. И это называется сознание Кришны. То есть представьте, да, мы с вами все прекрасно умещаемся на один вселенский жесткий диск Кришны. Там крутимся. Кришна закрывает компьютер. Программа называется Sleep. И вся Вселенная засыпает. Открывается компьютер. Все начинает бегать, шевелиться. И на самом деле мы путешествуем с одной виртуальной планеты на другую. Это называется череда рождения смертей. Как бы смешно это ни было, но это именно так можно представить. То есть мы живем с вами в виртуальной реальности. У нас есть виртуальные временные тела, виртуальные временные имена, виртуальные временные интересы. Мы живем в виртуальном времени, виртуальная зима, осень, лето, весна. Вот сейчас виртуальная зима началась, Кали-Юга. Только-только с сентября еще. Не сентябрь, а ноябрь. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Мы начались только в начало декабря. Еще февральские морозы не наступили. То есть с точки зрения космического времени сейчас только-только-только еще началась космическая зима. Еще будет такое, что даже не представить. Но нам с вами повезет. Нас уже к этому времени в этих телах не будет. Но мы обязательно родимся в новых телах. И мы будем рождаться и умирать до тех пор, пока мы не достигнем просветления. Поэтому у вас есть прекрасная возможность достичь просветления как можно больше и уже не рождаться в Кали-Югу. То есть если вам это не нравится, то то, что будет дальше, вообще не понравится. Но 10 тысяч лет, которые предписаны в Писаниях, 10 тысяч лет. Это 10 тысяч лет эпохи Сан-Киртоне. Сколько мы можем рождений за 10 тысяч лет сделать? Давайте посчитаем, среднестатистические. Если будем прикидывать, что мы примерно будем рождаться на территории России, то здесь для мужиков 56 среднепрожиточный, для женщин сколько? 65, да? Давайте возьмем посреднее, что мы в одной жизни мужиков, а в другой женщина. Так, прикинем, значит, мы где-то 65, 55 на... Ну еще и в непроявленном какое-то время на... То есть так, давайте прикинем, это сколько получается? Кто у нас есть какие-нибудь бухгалтеры? Есть в зале? А? Нет, ты что-то как-то... Ты как-то срезаешь. С банями ты был возмущен, а здесь как-то срезал сразу же. Так. Ну давайте прикинем, у кого есть калькуляторы в кармане, интересно. Значит, все, видите, у всех преданных айфоны, калькуляторы. Да. Сейчас прикинем, подождите. Сейчас прикинем, сейчас разберемся. Надо разобраться сначала со статистикой, а потом придем к заключению. Ну давай, прикинь, 10 тысяч лет, возьми средний цикл... Нет, 155 лет, это две жизни. 55. Нет, подождите, ребята, вы считать не умеете. Если ты живешь как мужчина, ты живешь 56 в России. Если как женщина, 65. Надо вычислить средний прожиточный минимум оно. Вот правильно. Вот видите, люди... 60 лет. Бухгалтеры есть. Теперь 10 тысяч на 60 разделе. 166 жизней у нас есть возможности практиковать сознание Кришны. Не так-то и много, как кажется. Теперь вот ответ на ваш вопрос. В чем ваш вопрос? Какой вопрос? Ну, для чего Боря был создан? А не так вечным, что это же Служков? А демоны? Вы не до конца понимаете, в материальном мире ничего вечного нет. Боги – это чиновники. Это как Юрий Михайлович Лужков, который думал, что он вечен. В материальном мире нет ничего вечного. Поэтому материальный мир проходит через такие стадии рождения, поддержания, уведания и смерть. Лето, осень, весна, лето, осень, зима. Все это циклично. Обратите внимание. Рождение, поддержание, уведание и смерть. Весна, лето, осень, зима. Так космос тоже живет. Эйнштейн еще, он это понял. Теория относительности. Еще, кстати, время, чтобы вы понимали, по-разному течет. На высших планетах оно по одному течет, на низших планетах течет по-другому. В средних мирах течет по-другому. Ну, это все понятно. Это же то, что в ведах описано тысячелетиями. До этого дошли современные ученые, физики. Теория относительности, именно одна ее часть, она рассматривает космическое время по-разному. Так вот, если говорить о космическом времени, вы говорите, что, для чего и почем. Эта Вселенная, как и все Вселенные, имеет свой цикл жизни. Если вы будете смотреть астрономию, астрономы скажут, там гаснущие, рождающиеся Вселенные, умирающие Вселенные, в принципе, люди понимают, что Вселенная – это материальный процесс. И Вселенных, на самом деле, очень много. Мы отнюдь не единственная Вселенная. Кстати, чтобы вы знали, не самая большая. Знаете, как наша Вселенная называется? У нашей Вселенной есть название. У нашей планеты есть название. Смотрели фильм Кинзадзо? Смотрели? Нет? Посмотрите Кинзадзо. Приезжаете в Индию, и вам говорят, ты с какой планеты? Вдруг вы потеряетесь где-то во Вселенной, а вы скажете, я не знаю, турист приехал с планеты Земля, он даже не знает, откуда он. Какой номер планеты в аббриатуре? Все надо знать. Всякое может случиться. Это шутка, конечно. Но суть состоит в том, что мы живем на одной из материальных планет сейчас. И главная, интересная вещь, очень потрясающая вещь, что мы же не знаем, что было, например, с нами до нашего рождения. Мы могли быть на другой планете. Мы могли быть, например, какими-то животными, какими-то людьми. Но, как правило, кстати, чтобы вы знали, не так, что ты сразу же попал. Планета Земля – это очень редкая планета. Это вообще планета, занесенная в Красную книгу. Потому что сюда сам Вишна приходит. Это очень редкая планета. И в низших демонических мирах, и даже в высших мирах живые существа мечтают родиться сейчас на планете Земля. Это не так просто сюда попасть. Но есть одна проблема в том, что поскольку живых существ огромное количество, вот чтобы вы понимали, какое количество живых существ, как вы думаете, сколько в человеке живых существ помимо него самого? То есть вы понимаете, да? И это все души. Каждый человек – это Вселенная. В его теле огромное количество живых существ. Вирусы, бактерии, микробы. Бактерии едят. Все функционируют во Вселенной. Раковые клетки выстраиваются. Понимаете, да? То есть человек – это Вселенная. Поэтому фактически жизнь человека – это жизнь всей Вселенной. А эта душа, она является самой высшей, обладает самым высшим сознанием Вселенной. Поэтому человеческое тело получить очень сложно. Почему человеческое тело получить сложно? Вот животное тело, там все просто. Животное тело – это проявление кармы. На самом деле. Животное тело – чисто кармическая фишка. А вот человеческое тело – это очень сложная вещь. Почему? У человека есть и карма, и сукрития. Две функции. На самом деле, чтобы вы понимали, человек – это гораздо больше, чем карма. Карма – это тупая причинно-следственная связь. А вот сукрития – это его накопленный духовный опыт на протяжении других жизней. И сукрития постоянно идет в оппозицию карме. А карма постоянно идет в оппозиции сукрития. То есть, если есть карма у человека, значит, у него есть сукрития. Вот сукрития – интересная вещь. Это все духовное, то, что настоящее он сделал, оно как отдельная программа записывается в его теле. А карма – это вот его благие дела. Хорошие поступки, плохие поступки. Но сукрития никакого отношения к карме не имеет. Сукрития – это чисто духовная реакция. Например, когда он был птицей, он пролетел вокруг храма, облетел храм, получил сукрития. Или, например, птицей съел освященную пищу, получил сукрития. И это называется сукрития – агьята. Почему агьята? Пока человек животный, он не может понимать эти вещи. И вот поэтому он накапывает эти благочестивые заслуги и даже накапливает в разных жизнях. Называется агьята. Он не знает сам. И только когда у него накапливается определенное количество агьята сукрития, он проявляет такой будхи-йогу, то есть у него включается интеллект, он начинает распознавать духовные вещи. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, одни понимают слово «душа», а другие, даже услышав, они не могут ее понять. Вот я сколько раз, например, не общаюсь, я общаюсь с разными людьми, а когда я общаюсь с материалистами, я понимаю, бесполезно объяснять духовные, трансцендентные вещи. Они не понимают, что слово «душа». Я говорю, какая душа? Про химические элементы. Как вчера мне говорит один товарищ, в Киеве я давал лекцию, он говорит, о, это эволюция. Ну, я вам объяснил принципы эволюции, что душа эволюционирует, разные тела. Дарвин собрал формы тел, а фишка-то, Дарвин не был неправ. Он просто дарвинистический подход. Он чисто как ученый, все классировал. Но он не понимал, что это не обезьяна становится человеком, это душа. Переходя из одного тела, в другой эволюционирует. Он бы, кстати, эту вещь понял, скорее всего, что он был, в принципе, верующим человеком. Просто у него был конфликт с христианской догмой. Он не был догматиком, а он, в принципе, был верующий. И он до конца жизни страдал из-за своей теории. Но он не мог не отказать истине. Он понимал, что он идет как настоящий ученый по пути истины. Поэтому он в конечном итоге выбрал истину. Но просто истина, она многогранная, очень глубока. И вот этот человек говорит, эволюция, чтобы было лучше. Я ему говорю, нет, нет. Итог эволюции – это любовь. Любовь к Богу. Он говорит, какой любовь к Богу? Эволюция, чтобы было лучше. Я ему говорю, хорошо, тогда я вам рассказываю анекдот. Грузин говорит, грузины лучше, чем армяне. Армянка читает ему, чем, чем лучше. Он говорит, чем армяне. Он говорит, вы понимаете, я говорю, что вы сказали? Эволюция, чтобы было лучше. Чем, чем, чем лучше. Чем лучше. Понятно, да? Поэтому это материстический, дарвинистический подход к пониманию истины. Но мы понимаем, что венцом живого существа, венцом жизни, сознания, является эквивалент счастья. Суть счастья, проявленного в отношениях. Мы все ищем только одну вещь – мы ищем отношения. Отношения с близкими, с друзьями, с возлюбленными – это единственная вещь, что нас интересует. Нас не интересуют деньги, как таковые, это бумага. Нас интересуют возможности, получив эти деньги, мы получим внимание людей, мы тролли. Ну, знаете, какие-то тролли, да? Люди тролли. Они хотят, чтобы на них обратили внимание, чтобы их полюбили. Поэтому они накапливают какие-то материальные знания, там одеваются, какие-то расфоренные костюмы. На самом деле, они хотят только одно вещь. Они хотят отношений. И когда они вступают с друг другом в отношения, а отношения друг к другу построены на уровне эксплуатации, либо я должен поиметь тебя, либо мы должны взаимно поиметь друг друга, чтобы получить максимум еще от этого прибыли, удовольствия, но все равно идея поиметь друг друга. Вы понимаете, да? То есть я имею в виду эксплуатация. То есть, поэтому Кришна, Он говорит, вы не понимаете, что такое любовь? Кришна говорит, настоящая любовь – это я, даже между полами. Почему? Потому что только чистые отношения, которые вышли за рамки материалистических концепций, тело, я, мое, мужчина, женщина, они могут быть подлинными, они могут принести подлинное счастье. Поэтому мы никогда не найдем подлинное счастье в отношении полов, так как мы это рассматриваем. Никогда. Никогда не начнем, не найдем подлинное счастье в категории «Вы с какой компанией? Вы что продаете? Телевизоры? А мы продаем подставки. Давайте дружить». Никогда не будет настоящего счастья. Понимаете, да? Ну, как сейчас в бизнесе, «Давайте дружить, да? Вы это продаете, мы то продаем. Будем дружить, друг другу продавать». Ну вот. В этом нету подлинного счастья. В этом нету… И вот поэтому для этого нам нужен Кришна. Вы понимаете, почему нам нужен Кришна? Мы Кришне не нужны. Если рассматривать высший мир, то мы, предположим, Бог, который в Ведах является верховно наслаждающимся, самым прекрасным живым существом, неужели думаете, что он нуждается, например, в одной незначительной части материальных, каких-то обусловленных душ, которую каждую не копни, а тебе они скажут, что если даже была прошлая жизнь, то в прошлой жизни я обязательно был либо Наполеоном, либо королем. Вы понимаете, да? Что если сейчас мы начнем делать гороскоп и вам составлять, то вы обязательно захотите узнать, что в прошлой жизни вы были королевой или Наполеоном, как минимум. И вот зачем Кришне нужны столь сумасшедшие живые существа? Поэтому они в этой виртуальной такой, как бы, на жестком диске крутятся, и друг друга там убеждают, что я король, ты король и так далее. Почему? Потому что в мире эксплуатации не может быть гармонии. И вот здесь удивительная вещь, синтез. Тогда возникает вопрос, зачем нужен этот мир? Зачем он нужен? А я скажу, для чего он нужен. Удивительная вещь. С точки зрения вед, этот мир нужен для того, чтобы принести еще большее счастье Кришне. Тогда он приходит в этот мир, являет в этом мире свою игру и трансформирует живых существ. Это все происходит спонтанно. И когда Кришна является в этот мир, знаете, как он является? Вы думали, он там на истребителе летит, там, с мегафонами, там, типа, нишествие некромангеров, Кришна не зашел в этот мир, бойтесь, и страшно. Ничего подобного. Он приходит в этот мир, как ребенок. Кришна, у него есть несколько состояний. Его потолок возраста это всегда 16, как у хорошей девушки. Но когда Кришна 16, поскольку он великая личность, все великие личности, по-моему, на 2 или на 4 года развиты больше, чем возраст. Поэтому, в принципе, когда Кришна 16, он тянет на 20. Понятно, да? Он немножко по возрасту он моложе, а по развитию он чуть-чуть постарше. И вот удивительная вещь. Кришна приходит всегда в определенном возрасте, и этот возраст это самый, как бы, самый драйвовый возраст. И поэтому он в своем трансцендентном положении он мутирует от младенца до... Вы никогда не видите Кришну там с бородой, там с радикулитом, там. Вот Брама, он с бородой. Ну, например, не Кришна, не Шива. Шива, он чуть постарше. Но Кришну вы никогда не увидите. Почему? Он не стареющий, хотя он вечный. И вот он приходит в этот мир, как ребенок. Личный Кришна. Когда он приходит в форме других, аватара, все по-другому. Но когда личный Кришна приходит в этот мир, что он делает в этом мире, как вы думаете? Убеждаетесь, что он Бог? Да вообще нет. Нет. Он начинает играть в удивительную игру, потому что Бог только играет. И вот когда он играет в свою удивительную игру, то происходит потрясающая вещь. Какой катарсис всего этого. Определенные души, которые накопили, определенные благи и заслуги, они соприкасаются с ним. Но после того, как он уходит из мира материи, его лила продолжает. То есть люди продолжают знать о его лиле. Удивительная вещь. И вот когда люди слышат о Кришне, постепенно, постепенно, чем больше они слышат о Кришне из уст садхо, тем больше в них появляются две вещи. Первое. Они понимают незначительность этого мира. А второе. Они понимают потребность к подлинной любви. Потому что Кришна это раз-раз. Он источник только любви. И он больше никому ничего не предлагает. Ничего Кришна кроме любви не предлагает. Ни интеллект, ни материстическое развитие, ни сокровища, ни богатства. Кришна предлагает только чистую любовь. Потому что это его фишка. И вот сегодня мы говорим о Гавардхане Пудже. Была такая история, когда Кришна пришел в этот мир. Те же самые боги и демоны, которые пахтали нектар бессмертия. Веды, в целом, религия говорит о том, что вы должны там хорошо относиться к мэру города, к федеральному правительству, к муниципальному, уважать главу района. Это правильно. А все эти ведомства очень любят получать взятки. И в религии это называется поклонение богам. И обитатели Вриндавана, там, где Кришна явился, они решили провести Индра Пуджу. Но Кришна пришел и сказал, не нужны никакие взятки никаким богам. Вам не нужно поклоняться этим выше. Они и так должны, водопроводчики и так должны вам включать воду. Газовщики и так должны делать. Это их обязанности. Тогда жители сказали, ну если мы не поздравим их с Новым годом, то мы будем себя плохо чувствовать. Кришна сказал, нет необходимости, вы уже хорошо сочувствуете со мной. И он предложил сделать потрясающую вещь. Он съел все подношения богов вместе с пастушками. Представляете, они все приготовили. И когда Индра, который почти как Юрий Михайлович Лужков узнал, что все его пирожные съели, вы представляете, в каком он был гневе, да? Он был в таком гневе, что есть такой момент, в конце Калиюги сто лет дует, сто лет сначала жарить солнце. Вот, если вы едете, там, в огороде копались когда-нибудь, ракушки находили? Знаете, да? Это остатки махапролая, вот эти ракушки в огороде, потому что время от времени, то, что в Библии пишут, происходит потоп. Но эта махапролая, она частичная махапролая, разные периоды. Частичная махапролая происходит так. Сначала первые сто лет начинает жарить солнце, то, что глобальное потепление, глобальное потепление на самом деле впереди еще. То есть через 400 лет, во-первых, все реки высохнут, такие как Ганга, Емуна. И в Писании сказано, как только Ганга, Емуна высохнет, для меня была потрясающая вещь. Когда я пришел в Гималайя, я увидел старое русло Ганга. И я понял, что она очень сильно высохла. Но Ганга еще какое-то время будет в этом мире. Не знаю, наверное, вот эти 10 тысяч лет. вот, не знаю, с современными людьми, наверное, еще быстрее все это может закончиться. Но удивительная вещь. Ганга, Емуна, Джааши, Шиги, Джааши. Вот. И когда священные реки засохнут, и когда ледники растают, то в конце Калиюги происходит солнце. но это не каждая Калиюга, это определенные космические циклы, называются частичные уничтожения. Это иногда несколько, сколько, один раз в день Брахма происходит, один раз то, может, Дубала знает, я не помню, я не буду пугать, но это не так часто происходит в человеческой жизни, очень-очень раз в несколько миллионов лет. И вот солнце, оно выжигает всю воду. И когда солнце выжигает всю воду, вся вода, которая есть на планете, она в форме черных ужасных грозовых туч поднимается вверх. И тогда начинаются ураганы, сто лет дует ветер, то есть все раздует. И потом сто лет льется дождь, и вся планета затоплена. Потому что аккумуляция воды, которая на полюсах, она только-только появляется в определенное время. И вот весь мир затоплено, все затоплено, ужасная вещь. И это длится определенный космический цикл, называется Маха Пролая, частичное уничтожение этого мира. Мне понравился один, я смотрел Тед Ток, один американский ученый, он очень круто сказал, он сказал, ребята, что вы паритесь, вы пытаетесь остановить глобальное потепление, справиться с этим, он говорит, земля сама себя очистит, в том числе и от вас. Он сказал, вы не переживайте, вы что-то там какие-то себе поставили сверх задачи, вы разбили, он говорит, это ученый, это не ведический мудрец, хотя он как ведический мудрец, он говорит, ребята, с собой разберитесь, вы какие-то консилиумы, вы собрались спасать человечество, себя спасите от гнева, вожделения, безумия, это же ваше безумие, понимаете, это белая горячка, то есть, поэтому веды говорят, они говорят, ты знаешь, что спасать человечество очень хорошо, экология, все хорошо, ты просто не мусорь, Вася, и все будет нормально, если Вася не будет мусорить, Петя, то есть, с собой разберись, вот как только ты с собой разберешься, а принцип какой, сейчас эпоха потребительства идет, еще Сорокин сказал, цивилизация потребительская, цивилизация идеалистическая, представляете, сколько ненужных вещей у нас дома, а вот вы должны представить, в Америке девушка каждый день должна одеть новое платье на работу, то есть, вся ее фишка, она работает только для того, чтобы каждый день прийти в новом платье, а старое куда одеть, на секонд, у меня даже была такая идея придумать такой, на самом деле, очень хороший проект социальный для женщин, женщины, меняемся одеждой, каждый день можно новую одевать, она не нужна, потому что ее столько, просто если по кругу ее пустить, например, вы будете каждый день то Джанни Версачи, то Мадоннами, то кем угодно, то есть, нужно сделать такую барахолку, ботинками меняться, там, одеждами, ну, вот так далее, это по размерам прямо, то есть, представляешь, одна купила, а все носят, весь Питер носят, а что вы смеетесь, да, прикольно, то есть, у тебя, то есть, почему у тебя ничего в стоке нету, ни химчистка, ничего, поносила в химчистку на обмен, причем надо сделать такие пункты обмена, значит, с утра спускаешься, ну, там, или какой-то такой, в метро, например, да, едешь, и ты в метро берешь, и такое, например, там, станция Петроградская, обмен, я бы назвал такой, там, ну, в этом доме, дом моды, я бы назвал это такой, сток эксченч, ну, вот, весело, уже, химчистки, ну, может быть, один, два комплекта, представьте, что вообще поизменилось, да, сколько бы деревьев там было спасено, сколько бы шкафов бы нужно было, не нужно строить, там, какие-то там, ну, в Америке это очень модно, dressing room, знаете, да, что такое dressing room, ну, сейчас тоже в Раши это, dressing room, а здесь мои ботинки стоят, ну, вот там, скажите, вообще, покажите там, какого-нибудь индуса dressing room, у него даже тапочек резиновых нету, а тут dressing room, то есть, вы понимаете, целые room, то есть, насколько бы человек мог освободиться от всего, когда, это шутка, но это духовная идея, кстати, очень крутая, да, такая революционная идея, например, exchange того, сего, а сколько вещей, а игрушек, а колясок, да, то есть, и тогда бы, что было бы, тогда была бы масса свободных рабочих мест, все бы китайцы стали бы философами, флейтистами, агрокультурщиками, ну, вот, да, то есть, все пошли, то есть, раньше что было, раньше все жили нормально в деревне, растили петрушку, не так давно, еще сто лет назад, даже с дедушкой и бабушкой, куда они, они ездили на лошадях, да, какой-то чисто, так сказать, там мазанки, навозом помазал, новые обои, версачи, набивочку сделал, руками, это самое, клюкву растер, свои ладони оставил, все красиво, все этнос вообще, этно-лайс такой, да, чисто, хорошо, экологично, сейчас, непонятно вообще, что, что в этих обоях, кто там живет, клопы, раньше матрас, гречка, вот я сегодня сплю на гречке, я думаю, не помню, гречневая подушка, я же думаю, это же можно сажать, если что, но еще проснулся голодный, открыл подушку, раз, гречку, заварил, то есть, то есть, это шутки, но вы знаете, да, что на Руси люди, мешок, ортопедический, у людей не было сосудистых заболеваний, почему не было, они все жили на свежем воздухе, работали, были, конечно, трудности, были болезни, были, но не такие, как сейчас, люди повально умирают, компьютерные броллеры, ну вот, то есть, а с продуктами, что происходит, продукты же, консерванты, люди, когда говорят, что люди, которые едят консервы, после смерти, не разлагаются в могилах, они как кинки в томате, серьезно, столько набрали колбасы, столько набрали консервантов, а что, вы зря смеетесь, все консерванты, которые люди едят, они остаются в теле человека, консервантов очень тяжело выводить, и ты как консерв, представляешь, ну вот, да, ленин, ел кику в томате, и в результате, вот, это шутка, так вот, когда Кришна пришел в этот мир, он освободил своих преданных от всех подвесей, он сказал, вы всегда находитесь со мной, и Индра, я просто про что рассказывал, Индра, да, вот эти облака, Индра, выше царь небес, он подумал, какой-то мальчишка, пацан, надо с ним разобраться, я отправил все свои тучи, ураганы, он хотел затопить вреда, он уничтожил, это удивительная вещь, я думал, почему такие добрые люди, в особенности политики, да, но стоило только сказать там каким-то девочкам два-три слова, как там, в тюрьму, да, то есть, вы понимаете, да, почему, потому что люди, эго такое больное, что, когда это касается меня, я не могу никому простить ничего, и вот это вот наша природа, мы люди, и вот Индра, посмотрите, как он властелин, у него тоже его эго задело, что, посмотрите, его булочку кто-то съел, кто-то его не признал, и вот, понимаете, разница Кришны, Кришна, который обладает всем, но ребенок всегда говорит там, здравствуйте, Кришна, очень приятно, а ты ему говоришь, как ты попал на мой огород, он говорит, вообще-то в этом мире все принадлежит мне, но на ваш огород я попал в качестве гостя, ну вот, удивительная вещь, да, люди там, там сейчас Курильские острова, чьи они, там, одни говорят, японцы, наши, китайцы говорят, наши, там, эти говорят, наши, а я бы просто, там, китайский десант высадился на японском острове, там, полицейские выбрасывают китайцев в воду, там, плывите к себе в Китае, китайские активисты там плывут куда-то, опять они там, это наше, а я бы просто маленькую табличку на китайском повесил, об этом, все принадлежит Кришне, ну вот, я уверяю вас, что какой-нибудь Мао-Дзе-Думба появился, там, с табличкой Кришна, почему, потому что люди пытаются себе, так сказать, стяжать, стяжатели, и вот, Кришна не дал Индрия, чтобы Вриндаван утонул, он поднял хом Говардхана, одним пальцем, кстати, люди говорят, как это так, он мог поднять хом Говардхана одним пальцем, так он же бог, ну что, он же одним пальцем поднял, ну если ты бог, то есть, нет, а что он должен был сделать, скажите, вызвать строительную фирму, что ли, финнов послать, ну, то есть, люди говорят, нет, нет, вот если бы финны там были, с тамкразами, мы поверили бы, да, вот, а если он одним пальцем поднял, значит, и знаете что, и все бросились под хом Говардхана, все пастухи, они подпирали палками, а потом Кришны всегда говорили, помнишь хом Говардхана, когда ты поднял, мы же палками его поддерживали, но поскольку они преданные искренние души, они действительно думали искренне, что они Кришны помогают, палками поддерживают холм Говардхана, и весь Вриндаван, коровы, пастухи, все жители укрылись под сенью холма Говардхан, и все прекрасно провели ливень, и пока, ну естественно, Индра выпустил пару, и он докладывал, ну как там, все утонули, ему говорит, да все нормально, у них там, по-моему, вечеринка идет под холмом, и он подумал, кто такой этот мальчик, который решил утопить, который одним пальцем поднял холм Говардхана, потом спорил, ой, что это, вдруг это Кришна, вдруг это действительно он, Индра же знает все про Кришну, но Индра не мог представить, представляешь, вот удивительная вещь, даже когда ты большинство вселенной, ты рулишь всем, и ты знаешь, что в принципе тебя поставили сюда, как бы с высшего плана бытия, что учредители есть, и они отдыхают на даче, обыкновенная бизнес-ситуация, война менеджмента с инвесторами, ну вот, и Кришна, он не решил вопрос, каким-то традиционным русским способом, он показал Индре, и Индра понял одну вещь, что тут надо как-то действовать очень грамотно, и поскольку Индра царь небес и политик, а знает, что Кришна очень любит животных, он подъехал к космической корове Сурабхи, и сказал, мать там, слушай, большая проблема, можешь, я слышал, что Кришна очень любит твое молоко, давайте отведу к нему, ну как, нормально, впереди живой щит, женщины, дети, сзади политики, у нас благотворительный ужин, мы к вам коров привели, фестиваль коров устроить, Индра просчитал, а на самом деле он шел и боялся, а корову Сурабхи, как наимное животное, Кришна, побежала к нему, моим молоком напоит Кришну, конечно, она дала молоко, и Кришна, и он дал возможность Индре совершить пуджу, когда Индра омывал Кришну, вдруг его осенила потрясающая вещь, Индра – это царь, интересный такой момент, у меня есть одна знакомая тетенька, она принцесса острова Ява, она живет в Таиланде, уже взрослая, пожелает, лет семьдесят ей, и они мусульмане, но титул у нее Индрани, и она мне сказала, мы, конечно, когда пришли наши, так сказать, мусульмане завоевали Индонезию, они обратили, чтобы сохранить свое богатство, мы приняли ислам, но индийский титул Индрани мы не оставили, поэтому ее зовут Фарида Индрани, то есть, почему, потому что, ну, кто же титул повелителя мира оставит, вот, и это говорит о том, что люди принимают многие мировоззрения, там, коммунизм, марксизм, ислам, христианство, лишь только внешне, на самом деле, они всегда хотят оставить что-то подлинное, и вот, Индра, он провозгласил Кришну Говиндой, а Говинда – это Го Индра, Го – это коровы и чувства, и Кришна – это повелитель чувства коров, коровы лежат в сути ведической цивилизации, в общем, такая интересная вещь, почему коровы лежат в сути ведической цивилизации, потому что это животные беззлобные, и коровы они только отдают. Молоко, шерсть, даже мясо, из коров делают лекарства, из костей сделают, то есть, корова – это вообще полностью из ее, вот из коровы делается мриданга, после того, как корова умирает, из ее кожи сделают барабан для храма, ну вот, там, из ее жил делают жилы коровы, то есть, корова – это живое существо, которое от и до живет ради жертвы, ее молоком кормят детей, она является частью дома, в Индии навоз используется для строительства, для отопления, для лекарства, для храма, пять элементов, панчагавья, пять элементов коровы, которые нужны, чтобы установить храм, поэтому в Индии любой храм, там, гошала, без коровьего навоза, без коровьего мочи, молока, йогурта, то есть, без элементов жизни коровы храма не может жить, то есть, корова поддерживает не только людей, она еще поддерживает процесс ведической культуры, поклонениям, что эти топленые лампы для арати, это все ги, топленое масло, очищение, пространство от всякой негативной энергии, идет с помощью коровьего навоза и мочи чуть-чуть, нужно каплю, поэтому мазанки, например, наши предки, на Украине, мазанки – это обязательно коровьий навоз с глиной, самоэкологическое, сама называют, самоэкологическое жилье, всегда чистая энергия, энергетическое. Вот, все эти вещи – часть культуры. И Индра, он, естественно, устроил пышный праздник, но понял, что Кришна – повелитель коров, потому что коровы несут жизнь, и он – повелитель чувств. Почему? Потому что в этом мире нас подтягивают чувства, чувства вожделения, чувства зависти, чувства гнева, чувства похоти, чувства слабости, но веды говорят, если мы начнем духовную жизнь, то наши чувства постепенно очистятся, и в нас появятся новые чувства, более тонкие чувства. Понимаете, да, фишка какая? Что такое чувство, например, что такое музыкальный слух, или чувство ритма, чувство композиции в искусстве. И вот веды говорят, что мы должны обрести тонкие чувства. Кришну можно воспринимать только тонкими чувствами или чувствовать души. Поэтому сказано, материалисты, когда смотрят на Кришну, думают, это статуя. Это как человек, который не знает, что такое Ван Гог или Гоген, он смотрит на холст и не понимает, о чем это. Поэтому необходимо образование, искусство, необходимо развить в человеке вкус, когда он поймет, что на самом деле он не на статую смотрит. Прийти в храм, это не увидеть Кришну. Кришну видеть надо, очень тонкие чувства. Кришна тебя видит. Ты говоришь, hello, I'm here. Here I am. It is me. Ну вот. Поэтому, когда мудрецы приходят в храм, они думают, может, я увижу Кришну, может, нет. Хотя, кто-то может сказать, о, какие прекрасные костюмы на них. Понимаете, да, это внешне. Потому что Кришне преданное относится как к человеку. И поэтому они предлагают ему костюмы, еду, одежду. Не потому, что они язычники. Потому что понимание того, что с Богом можно вступить в отношение любви, сделать ему подношение, а он вернет твои чувства, да, как мы дарим девушке цветок. А девушка одаривает нас любящим взглядом. И это самое главное, ценное. Поэтому вы пришли сюда в храм, и на самом деле Кришна одаривает вас любящим взглядом. Если вы внимательно будете смотреть за Кришной, он будет подмигивать себя. Кришна, почему ты сегодня подмигиваешься? Я одариваю тебя любящим взглядом. И мне там один дедушка из Южной Индии говорил, там всякие тантрические правила такие. И он такой, вот знаешь, мы когда, почему мы в Индии в храме снимаем одежду, ну, мужчин касается, мужчины входят в тхоти, они снимают по пояс, они снимают по поясу, ну, то есть в Индии, в Южной Индии вот так вот не войдешь в храм, ты должен одеть тхоти, по пояс, женщина должна быть обязательно в саре. И он говорит, потому что, когда человек получает даршин, ну, Кришна на него смотрит, как бы все его части тела получают благословение. Но я ему говорю, ну, я говорю, мне достаточно моих хитрых глаз, если можно, бегающих, если вот, вот в эту часть, пожалуйста, пошлите, как можно больше всего. Вот. И, то есть, даже в Индии люди верят, что еще каким образом ты предстаешь перед божеством, божество смотрит на тебя, и ты еще получаешь те или иные блага. Но это хитрые индусы, как бы, мы не пытаемся идти по их. Мы думаем так, что если моих глаза материальные будут, моё материальное видение будет устранено, я буду очень счастлив. И вот поэтому, она, думаю, там, влазит, скажи мне готовность. Что, что нужно? А можно потом? Попозже, конечно. Вот. И поэтому мы о чем говорим? Это история, которую я вам сейчас рассказал. На самом деле, я не стал рассказывать полную историю, потому что полная история вообще в индийской драматургии. Это всегда индийское кино смотрели когда-нибудь? Это всё заканчивается песнями и танцами. Ну вот. Это на самом деле не из кино. Поклонение Индры, Кришне закончилось потрясающим образом. Не только сам Индра, все неввожители, Айрават, Апсары не зашли в этот мир, и поклоняясь Кришне, они обрели великую преданность. С тех пор Гвардхана Пуджа была несколько дней назад праздник. Миллионы людей приходят на Гвардхана Пуджу. Каждую Пурниму они обходят каждый год. И преданные тоже отмечают этот праздник. Но есть две разницы, принципиальная разница. Знаете, чем отличается духовность от религии? Вы должны всегда знать. В религии есть некая идея ты мне, я тебе. Ну, например, я тебе свечку, а ты мне 600-й Мерседес. Свечка-то дорогая, 30 рублей стоит. Ты же добрый, что тебе стоит? Ну вот. Это называется религия. А духовность называется я тебе 600-й Мерседес, а ты мне свечку. Наоборот. Это шутка, но смысл какой. Преданно думай как? Я готов тебе отдать свое сердце. И все, что мне нужно от тебя, это один милостивый взгляд. И вот этим отличается поклонение материалистов от поклонения духовных людей. Духовный человек, он приходит к Кришне и говорит, мне нужен только один взгляд от тебя. Даже если ты ашлишева подаратам, даже если ты на меня не посмотришь, я все увидел тебя, я очень счастлив. Это называется любовь. А потребительство, это значит, что ты мне можешь дать. Что ты дашь мне? И вот вот это вот ужасное чувство потребительства, оно было перенесено людьми на духовность. Из этого родилась религия. Такая, какая она сейчас есть. Неважно, индийская, мусульманская, христианская, это религия. Но когда наши учители спросили, а вы что делаете? Наш учитель сказал, я говорю только о чистой бахте, о чистой любви к Богу. Так, как говорили святые. И прошло время, наши учителя ушли из этого мира, но вот эта идея, которую они говорили о чистой бахте, она заразила наши сердца. И поэтому с тех пор вайшнавская традиция, настоящая вайшнавская традиция, она находится не в рамках ты мне, я тебе. Она находится в рамках санкиртаны. Что мы делаем? Мы пришли прославить в высший мир. Больше ничего мы сделать не можем. Если даже пожертвуешь все свои деньги Кришне, то ты всего лишь на все вернешь украденное. Человек украл всего Бога. Ему в этом мире ничего не принадлежит. Думая о том, что я обладаю этим, на самом деле человек это вор. Если он что-то пожертвовал, он всего лишь на все вернул украденное. Единственное, чем мы с вами обладаем, это только одной простой вещи свободой. Единственное, чем обладает душа, это свобода. Но помните, как в сказке, я могу тебя сделать кем угодно, но я не могу тебя заставить полюбить. Так вот, свобода это единственная вещь, которую мы можем предложить высшему миру, чтобы обрести любовь. А уверяю вас, каждый сидящий здесь только живет ради любви. Больше ради ничего мы не живем. Так вот, представляете, когда мы приходим к Кришне, что мы должны предложить ему? Откуда у нас она? Поддакивальщик. Свободу. То есть, мы говорим, ты знаешь, я могла пойти на вечеринку, я могла пойти в кафе с молодым человеком, а я мог бы пойти туда, я мог бы пойти играть в PlayStation. Но моя свободная воля привела меня к тебе по одной простой причине, потому что у меня нет любви. Я имитирую любовь очень хорошо. В этом мире все люди научились имитировать все, что угодно. Но подлинная любовь это то, что мы ищем все в глубине своего сердца. И вот поэтому единственное, что мы должны у Кришны просить, это научи меня любить тебя. Если я обрету каплю любви к тебе, я буду любить всех живых существ. А кто-то говорит, не, не, это слишком. Любить надо ближнего, соседа, например, или соседку. Вот если ты любишь соседа, или двух соседей, или трех соседей, а ты говоришь, а финнов будем любить, а карелов, а там еще дальше Лапландия, между прочим. И поэтому в этой связи мы говорим, есть такой понятие расширенный эгоизм. Самый большой расширенный эгоизм это проявление Голливуда. Знаете, в чем фишка расширенного эгоизма в Голливуде? Я спасаю планету Земля. Но это уже не катит, это уже старое. Теперь я спасаю Вселенную. Вселенная лежит в моих руках. у плохого чувака чемоданчик, который может уничтожить Вселенную. Я его спас, ура! А в итоге солнце заходит, и я еду с девушкой на мотоцикле. Потому что, когда Вселенная спасена, чем еще можно заняться? сознание Кришны это противоположная идея. Представляете, депрессивная новость. Ты никого не можешь спасти. Как это? Ты можешь спасти только себя. Серафим Саровский сказал, спаси себя и тысячи вокруг тебя спасутся. Я такой супергерой. Что же мне делать? Начни с себя. Измени себя. Представляете, какая сложная задача. Вот я, например, знаю других менять элементарно. У меня получается делать вот так. Я могу затроллить всех, изменить каждого. Но себя вообще не получается изменить. Я, знаете, спас, я сошел со с мыслью, ну ладно, я себя не могу поменять. По крайней мере, других попытаюсь. Ну вот. Но время от времени я слышу голос начни с себя. Что ты от меня хочешь? Ну вот. Так вот, ведический посыл, он говорит, что измени себя и мир вокруг тебя изменится. Спаси себя и все будет хорошо. Перестань ты мусорить и планета спасется от глобального потепления, похолодения и так далее. Каждый человек, но очень важный момент, человек, который хочет изменить себя, он всегда ищет общество себе подобных. Это важный момент. Вот поэтому мы здесь сейчас на этой радостной ноте мы можем начать араси Кришне. Крэкс, пэкс, пэкс. иначе киркс, киркс. Крэкс, киркс. Вечером, после, а это все. Хорошо. Хорошо, обязательно. Зай, цик. Спасибо. 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 Shri Advaita Gadadhara Shri Vasaji Gaurabhakta Vrindana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ramo Rama Rama Hare 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok